Здравствуйте, с вами Евгений Шувалов, и я продолжаю разбирать партии шахматных движков. И сегодня я покажу поединок, который не имеет каких-либо визуальных эффектов, но тем не менее поражает своей неумолимой силой и непреклонной стремлений к победе. Белые шли к своей цели, просто не замечая ничего на своем пути, знаете, с такой вот медленной скоростью катка, раскатывая позицию черных фигур. Но обо всем по порядку. Белыми играет Лила Чеззира, а черными играет Скорпион. Белые начинают ходом С4, и на доске у нас английское начало. Дебютные ходы здесь довольно спокойные, совершенно спокойный дебют. Черные выводят слона на поле С5, белые никак на это не реагируют. Короткая рокировка, спокойный ход Д3, черные делают форточку. Белые готовят движение пешек на ферзьевом фланге путем Б4, и здесь надо сказать, что в основном черные обычно препятствуют немедленному захвату пространства на ферзьевом фланге, играют здесь А7, А5, или на худой конец ставят пешку на А6, чтобы потом отвести слона на поле А7. Но в данной партии дебютная книга содержала в себе ход С4. Черные игнорируют возможности белых на ферзьевом фланге, и давайте посмотрим, так ли опасно на движении белых пешек. Итак, Б2, Б4, нападая на слона, слон отступает на Б6, А6 нападая на второго слона, слон тоже отступает на поле Е6, и просто ферзь С2, такой вот спокойный вкрадчивый ход. Черные начинают подрывать белые пешки, играют А5. Пешка идет на Б5, и давайте посмотрим, как грамотно черные перегруппировывают своих коней. Один конь идет на поле Е7, отступаясь под боем, белые пока укрепляют пешку Б, и второй конь идет на поле Д7. Вот так вот кони уступили дорогу своим пешкам, и теперь есть план с продвижением Ф7 в 5, а есть план с продвижением С6, и потом Д5. Именно этот план и был осуществлен в партии. Но белые пока спокойно ощетиниваются пешками, не вступая в прямой конфликт, черные играют С6, начиная подрывать пешки на ферзьевом фланге, белые наконец-то заканчивают развитие фигур и Д7, Д5. Давайте посмотрим на эту позицию и попытаемся оценить, что происходит на доске. На первый взгляд черные разыграли все абсолютно грамотно. На фланговую диверсию белых они ответили контрударом в центре, захватили центры двумя пешками, и к фигуре расположены вполне гармонично, и в будущем у них есть план наступления пешек на королевском фланге и в центре путем Ф5, и дальше все эти пешки катятся вперед, в то время что именно могут сделать белые на ферзьевом фланге, кроме массового размена пешек, не так ясно, но давайте посмотрим, что придумывает Лила. Конь А4 нападает на вымена на слона и создавает давление на центральную пешку. Ну что, слон уступает на С7, пешка защищена, белый конь на краю доски вроде бы не имеет никаких перспектив, все вот эти поля пробиваются черными фигурами, вперед он никуда пойти не может, и кажется, что игра белых заходит в тупик, но Лила довольно быстро меняет характер позиции, и из вот такого пешечного напряжения на ферзьевом фланге она играет в Б6, вынуждая черных закрыть центр, но дело в том, что слон должен защищать свою пешку на Е5, поэтому он не может отвлечься, белые создали тут два нападения на эту пешку, слон отступает естественно на Б8, после чего белые играют Е4, максимально закрывая позицию в центре, черные в принципе не против, и С4 и С5, буквально пару ходов прошло, и позиция из очень напряженной превратилась в полностью закрытую, всю доску перекрывают пешечные цепи, и давайте попытаемся оценить текущее положение. На первый взгляд положение кажется благоприятным для черных, действительно их фигуры расположены вполне гармонично, в то время как белый конь на поле А4 и слон на поле Б2 пока что явно не выполняют никаких функций, конь единственное что делает это сторожит пешку С5, слон упирается в косяк черных пешек и тоже пока не имеет перспектив, в то время как у черных есть план наступления на королевском фланге, все так же они могут провести Ф7, Ф5, могут даже пытаться подготовить это продвижение, ну и кажется, что пешка на поле С5 является скорее слабостью, чем силой, черные уже один раз напали на эту пешку конем, и белые вынуждены постоянно держать фигуру либо на А4, либо какую-то фигуру на линию С, для того чтобы эта пешка была под защитой, в то время как черные могут вроде как где-то еще перегруппировать ферзя на Е7, и добавить нападение на пешку С5, так что на первый взгляд такой человеческий оценка позиций должна быть в пользу черных, но во всяком случае все белые слоны пассивны, черные немножко более активны фигурам, и собственно так оценивал позицию и Скорпион во время партии, и поэтому он приступает к активным действиям, не дожидаясь пока белые введут вот эти фигуры в игру, он играет Ф7, Ф5, пытаясь начать активную игру против белого короля, действительно кажется, что черных фигур в центре и больше, пока белые фигуры кукуют на фланге, но ход Ф5 все-таки обоюдно острый. Главная угроза черных, чтобы пойти Ф4, полностью поезжать в позицию белых канатом, и после этого черные получают простой план наката пешками путем Ж5, там, Аш5, Ж4, и все эти пешки несутся вперед на белого короля, поэтому приходится размениваться на Ф5, черные забирают конем, и что мы видим, белые получили прекрасное поле Е4, где они могут располагать своего коня, вот, собственно, туда конь и направился немедленно, конь Д2, ну а черные в отместку получили прекрасное поле Д5, где они тоже могут поставить либо коня, либо слона. Ну что ж, пока черные подтягивают ферзя, ходом Ф8, белый конь занимает поле Е4, и конь Е7 перегруппировывает скорпион коня на поле Д5, белые тоже подтягивают фигуры, сначала слон активизируется, черные на всякий случай отступают королем в угол, белый тоже укрепляет свою пешку на Аш3, и наконец-то конь приходит на Д5, кажется, что эта центральная клетка просто мечта черных, конь отсюда стреляет как на ферзевый, так и на королевский фланг, согнать его совершенно невозможно, белопольный слон белых упирается не только в коня, но и потом в косяк черных пешек, так что кажется, что дела черных очень неплохи, но есть и обратная сторона их позиции, а именно на движение белых пешек вперед, вынудило черного слона пойти на поле Б8, и этот ход не только выключил слона из игры, но и полностью выключил ладью А8 из игры, теперь эта ладья вообще никак не может войти в игру, для этого придется поставить слона под пешку, и видимо это решающий фактор в позиции, вот кажется, что перевес где-то на стороне черных, но на самом деле черные эту партию по сути играют без ладьи, и давайте посмотрим, как белые это используют, используют они это совсем нестандартным способом, но вот если бы я играл эту позицию за белых, первое, что мне пришло в голову бы сделать здесь, это сыграть слон Д2, потом поставить ладью на Е1, как бы вот усилить давление по центральным линиям, и возможно в нужный момент я бы провел Ф4, может быть провел бы коня через Б12 на С4, то есть вот такие планы приходят мне в голову, но Лила приходит в голову совсем в другой план, и она делает ход Ф2, Ф3. Совершенно непонятно, зачем нужно полностью убивать своего белопольного слона, и одновременно ослаблять поле Е3, куда уже стремится черный конь. Ну и черные, естественно, надумали воспользоваться ослаблением этого поля, они теперь хотят перевести второго коня на поле Ф5, но например это можно достигнуть таким способом, один конь отойдет вот так вот, второй конь пойдет вот так вот, и два коня будут стрелять на ослабленное поле Е3, но вначале черные играют в Ф8, белые продолжают наступление пешек на королевском фланге, и вот план черных приходит в движение, конь отступает на Е7, белые ощетиниваются, второй конь идет на поле Ф6, белые подтягивают ладью на линии Е, совершенно естественные ходы, и вот конь пришел на Ф5, белые наконец-то выводят коня с края доски, и мы видим, что как раз вовремя они успевают это сделать, как только черные сыграют коньем на поле Д5, вроде бы уже собираясь вторгнуться конями на ослабленное поле Е3, белые ход в ход успевают поставить коня на С4, и прикрыть эту ослабленную клеточку, поэтому черные не торопятся, Ф8 играет Скорпиум, пока вроде бы топчется на месте, белые играют слон Х3, слон теперь упирается в собственную пешку, поэтому выгодно его разменять, и на конь Х5 мы видим, что черные пытаются обозначить какую-то активность на этом участке доски, белые от ГХ подальше, чтобы не последовало где-то жертву на поле Ж3, просто выменяют этого слона на коня, и на ответное взятие играет, вот как вы думаете, конь С4, напрашивается ход, чтобы давить на пешку Е5, чтобы иметь возможность вторгнуться на поле Д6, чтобы напасть еще и на пешку на поле А5, но нет, не конь С4, а конь Д1, белые не хотят разменивать вот этого слона на коня, они хотят оставить слона на месте, и чтобы он являлся естественным барьером, и не пускал черную ладью в игру, ну что ж, конь идет на Д1, черные подставляют своего коня под бой пешки, в духе Таля, пытаясь пожертвовать фигуру, и объявить вечный шаг после взятия на Х4, король отступит, потом взятие коня, но здесь довольно простая тактика, и ферзь объявляет вечный шаг по полям Х3 и Ж3, ну белые естественно не купаются на все это, просто укрепляют позицию своего королевского фланга, подтягивают коня, черный конь переходит на центральную клетку Д5, но создается ощущение, что черные просто топчутся на месте, в то время как черные и белые медленно накатывают фигуру, смотрите, следует ход А3, И опять, играя на королевском фланге, Лила не забывает про ферзевый, и фиксирует черную пешку на поле А5, там где она находится постоянно под взглядом белого слона, ну что ж, черные продолжают топтание на месте, нападают на пешку Ф3, белые защищают ее ферзем, ферзь Е7, ферзь переходит на Е2, ферзь нападает на пешку, белые защищают эту пешку королем, и конь Б4, начинается наконец-то активная какая-то контра игра, ну во всяком случае попытка, но белые никак не реагируют, А5 они играют, подставляют пешку под бой, идея в том, что на взятие на А5 вскрывается линия напротив черного короля, и здесь белые по ему атаке просто доводят партию до победы, и конь Ж4 с угрозой пожертвовать фигуру на поле А6, приходится забирать этого коня, ну и дальше белые проводят Ж5, и просто по ему атаке выигрывают эту партию, главным образом потому, что ладья А8 никак не может войти в игру, поэтому черный пытается создать конту игру против пешки А4, белые не забывают защитить эту пешку, атака никуда не убежит, конь С2 нападает на ладью, и в этот момент белые играют Ж4, пешки на королевском фланге поползли вперед, лила жертвует качество, но зато одна из защитных фигур уходит с доски, теперь конь никогда не сможет перебраться на поле Ф4, создавая проблемы для белого короля, ну а белые спокойно тащат пешки вперед, на ладья Ж8 последовало Ж5, обратите внимание, что ладья все еще стоит на поле А8, и никак не может войти в игру, черные пытаются защищаться в меньшинстве, белые подтягивают фигуру для атаки, нападают на пешку А6, подтягивают ладью, смотрите, не забывают о том, что надо защищать пешку на С5, забирают наконец-то на А6, забирают слоном на А6, черные наконец-то создали конту игру, съели пешку А4, теперь у них есть проходная пешка, и они начинают толкать эту пешку вперед, кстати, обратите внимание, что вот в такой вот атакующей позиции белые не забывают сделать такой некрасивый ход, как ладья Д1, просто защищая пешку, черные толкают крайнюю, король отступает из подсвязки, черные толкают пешку А вперед, и наконец-то конь Ф6, создавая прямую угрозу поставить мат в один ход, и надо сказать, что уже от этой угрозы у черных нет удовлетворительной защиты, если просто увести ладью куда-нибудь втроем поле Д8, то белые играют ладья Ж1, и от вторжения на поле Ж8 у черных нет защиты, и они в любом случае проигрывают. Поэтому уже, наверное, от отчаяния Скорпиум подставляет слона под бой пешки, лишь бы соединить ладьи, естественно, белые вначале забирают ладью на Ж8, потом забирают еще и слона, шах на поле Д7, король отступает из-под шаха, поэтому идет вперед в атаку, ферзь подключается с поля Ф5, и здесь следует решающая комбинация, ферзь бьет Ж8 шах, жертвует Лилу Ферзя, на король Ж8 ладья Ж1, подключение ладьи к атаке, и здесь у черных довольно тяжелый выбор, если отступить королем в центр, то последует ладья Ж7 шах, потом конь Д6 выигрывает ферзя, сниму партию, в партии последовало отступление в угол, но тогда последовало превращение пешки в ферзя, отвлекая тем образом черного ферзя от поля Ф6, и здесь создали белые смертельные угрозы, от которых у черных нет защиты, на слон бьет Д3, просто слон Ж7 мат, такая вот поучительная партия, на тему выключения фигуры из игры, можно сказать, белые ввели свою атаку очень медленно, не трактливо, но тем не менее, остановить их было просто невозможно, и как будто катком они проехались по позиции Скорпиона, Кому понравился обзор, обязательно ставьте лайки, и подписывайтесь на канал, а с вами был Евгений Шубалов, до новых встреч, лайки и подписывайтесь на канал,